Добрый вечер, красавицы мои, с вами снова я, Дима Кэш. Думаю, все вы помните Женю из Биробиджана, ту самую, которая встречалась с Заиром. Сейчас они уже не вместе. В конце марта в Дзен-канале, который называется Кэш, выходила статья активиста под названием «Опека забрала ребенка, мужа депортирует и так далее». Со мной тогда связывался подписчик, рассказывал историю про Женю, что у нее забирали ребенка, что ей говорили, надо кодироваться. Я ей тогда скинул эту информацию и спросил, действительно ли это так. Она прокомментировала, сказала, что нет, вы что, видимо, Женю это не устроило. Ее собственное опровержение, ее собственный комментарий, и она решила подать на меня в суд за то, что такая вот информация, которую, собственно, она сама комментировала, у нее полгода не было никаких с этим проблем, а вот сейчас внезапно она про это вспомнила и, в общем, грозит мне судом. У меня в Телеграм-канале будут все подробности по поводу суда с Женей, там все скриншоты нашей переписки. Переходите, подписывайтесь в Телеграм. Мои подписчики в Телеграме уже давно знают про эту ситуацию, поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих с каналом и со мной, нужно быть подписанным на Телеграм. Обязательно в комментариях, да, пишите, что вы думаете, насколько сильно мне стоит беспокоиться, бежать по юристам, по адвокатам. Этим же вечером мне пишет Заир. И сразу за спойлерю, Заир сейчас находится на СВО. Я сначала подумал, что он просто хочет мне поугрожать, но, как оказалось, нет. Он мне не хотел, а хотел действительно рассказать историю, как оно было, и прокомментировать в момент, когда у Жени забирали ребенка, когда Женю хотели кодировать, но так как она несовершеннолетняя, не смогли, видимо, это сделать. Он все это подтвердил. Я написал, что мне Женя пишет, что я ее оклеветал, она пойдет в суд, и что ребенка не забирали, что это была ложь. Заир отвечает, это правда, что забрали. Она даже в суд подаст, но у нее ума не хватает. Кодировку не сделали, потому что она малолетка была в это время. То есть и на кодировку ее отправляли, но не сделали. Есть тут правда, все исправим, в ТГ проще. Ну и переходим, собственно, в ТГ. Вот такая ситуация, о которой ты все это описал. Я могу сказать тебе, какого числа, 16 декабря ночью, 17 утра, в 5 часов утра, забрали ребенка. А две недели ребенок жил в дом малютки. Плюс, короче, ее отправили на кодировку и так далее, и так далее. Много-много, короче, бегали за документами и так далее. В итоге не получилось через ежные документы. А потом пришлось мне заново все документы собрать на себя. И я ребенку забрал с этого дома малютки. Я все решил. У нас в это время ссоры были. Она, короче, полиция придет там домой. Действительно, такой интересный у нас интригующий сериал получается. Женя, которая собралась покрыть эту информацию, сама же сделала хуже. То есть, что произошло? Почему Заир именно в этот момент мне решил написать? Сейчас будет далее. Вот такого совпадения, но вы точно не ожидали. В последнем видео я вам рассказал о своих полезных привычках, как я поправился на 10 килограммов и как я поддерживаю свое тело в тонусе, для того, чтобы чувствовать себя здоровым и активным. После этого я получил очень много комплиментов от вас, моих красавиц, за что безумно благодарен. Поэтому хочу еще немного поделиться с вами своими отношениями с питанием и психологическим здоровьем. Был период в моей жизни, когда я наслушался разных фитнес-тренеров и стал зациклен на своем питании. Постоянно думал о том, что можно есть, что нельзя. И так в моей тарелке осталось только гречка да курица. От такого помешательства, как вы понимаете, ни моему телу, ни психологическому состоянию лучше не стало. Мне еще далеко до здоровых отношений с едой. Но знаете, я устал жить ради еды и стрессовать по поводу каждой съеденной булочки с корицей. И для восстановления своего пищевого поведения я начал проходить 21-дневную программу с ботом Тея. Которая плавно и медленно помогает внедрить новые пищевые привычки в нашу жизнь. В отличие от курсов по питанию и марафонов по похудению, Тея направлена на долгосрочный и оздоровительный результат. Поэтому построена на базе более 300 научных исследований и разработана совместно с психотерапевтами. На протяжении уже более двух недель я веду свой дневник питания. В нем нет подсчета калорий, а фокус на своем эмоциональном и физическом состоянии после приема пищи. Чувствия голода и насыщения, настроения и причинам приема пищи. А для отслеживания результатов Тея составит графики и отчеты. Так вы детально изучите свое пищевое поведение и его связь с вашим состоянием. Ежедневно Тея присылает интересную и полезную статью о питании, чтобы помочь разобраться вам комплексно, учитывая диетологию, психологию и физиологию. А еще у нее есть разработанные психотерапевтами практики при переедании. С их помощью можно предотвратить их или справиться с негативными эмоциями, если уже переели и ругаете себя. Если вы думаете, что перепробовали уже все способы для похудения, и это очередной из них, то я хочу вас переубедить. Ведь Тея это не про похудение, а про здоровое отношение к себе, которое помогает наладить отношения с едой и, наконец, дает понимание, что же такое правильное питание. Спойлер, это не про отказы от сахара или вареную куриную грудку. Красавицы мои, если вам тоже надоело жить ради еды, а не есть для того, чтобы жить, то предлагаю нам всем перестать волноваться о чужом мнении и начать получать удовольствие от этой жизни и от вкусной еды. Давайте проходить программу вместе. А для первых 200 человек, перешедших по ссылке в описании или к QR-коду на экране, активируется специальная скидка минус 65%. Так что поторопитесь. Можете даже просто поставить видео на паузу и активировать Тею, чтобы скидка закрепилась за вами и вернуться к видео. А сейчас Женя, типа, говорит, ты испугался и так далее, и так далее. Нет, в твоих словах есть доказательства. Я доказательства, я все это могу доказать тебе. Она, блядь, по пьянке попал в несовершеннолетном. Еще ребенку забрали, когда была несовершеннолетной. Это все благодаря, что я там был, что я забрал. А сейчас я нахожусь на СВО. О, по контракту. Все это я тебе все могу рассказать. Ну, еще если есть у твоих подписчиков интерес, чтобы все это смотреть и так далее. Если у вас есть интерес, подписчики вот за их задаются вопросом, во-первых, смотрите видео до конца. Там действительно очень интересно. Ну и поддержите, конечно, это видео лайком, так как... Ну, мало-мало лайков ставите. Из-за этого видео хуже продвигаются. Бесплатный маленький бонус для создателя контента. Это всегда приятно. По поводу меня ты там писал. Приехал сотрудник полиции, а он не приехал. Его вызвал. Женя вызвал. А за что вызвал? Почему вызвал? Что случилось? Тут выясняется, что полиция вызвала на Заира Женя. И дальше, ну, он сейчас расскажет. Заир в сухом остатке оказался на СВО. Также Заир написал, что да, она так и есть. Она же рекламирует ракетку. Блин, я думал, мы любим друг друга. Оказалось, что только я любил все это время. И даже до сих пор это жесть. Надо ее выводить на чистую воду. Ну, в общем, Заир ее до сих пор, я так понимаю, любит. Но решил вывести на чистую воду из-за любви. Ну, и по традиции, переходим к вопросам, которые я задал Заиру. А он на них ответил. И здесь самое интересное сейчас будет. Ты уже рассказал немного о истории с опекой и алкоголизмом Женя. Можешь рассказать подробнее, что произошло? Ситуация такая, что я был на заказе от города, ориентировочно где-то около 170 километров. Пол пятого часа утра мне звонят с опекой и по телефону говорят, что ребенку забираем. А я говорю, почему? Из-за того, что Женя, ваша жена, жительница, напилась очень сильно. Она сейчас не в адеквате, не может справляться с ребенком. Мы забираем в 10 часов утра. Приедешь в полицейский участок, все объясняем. Потом можешь забрать ребенка. Потом я приехал в полицейский участок, Женя тоже там. Мне историю рассказывает полиция, что Женя напился ночью очень много. До такой степени напился, что просто думал, что у ребенка температура очень большая. Она где-то в 4 часа утра вызвала скорую помощь. Скорую помощь подъехала к нам домой. Мы смотрели, что у ребенка нет температуры, слава богу. Состояние очень хорошее. Но ее мать, Женя, пьяная очень сильно, не в адеквате. Из-за этого скорую помощь вызвал участковый, полицию. А полиция вызвала опеку. Опека забрал ребенка. Я приехал где-то уже в... В какой степени напилась, что думала, что у ребенка температура очень большая. Хорошо еще, что она сама не стала сбивать какими-то антибиотиками температуру ребенку. Догадалась вызвать врачей. Потому что, ну, в таком состоянии она могла сделать все, что угодно. С ребенком мы правильно, что вызвали опеку. Приехал где-то уже в 8-9 часов утра. Потом я уехал до полицейского участка. Мы там все обсудили и так далее. В итоге ребенка забрали. А ребенок два недели ровно жил в дом малютки. Это дни, которые были. 17 декабря забрали ребенка. Ровно две недели ребенок был в дом малютки. А 18 декабря был мой день рождения. Вот 18 декабря Женя мне привезла подарки и торт. А торт две недели лежал в холодильник. Я даже не мог кушать. Потому что у меня самый любимый человек, ребенок нет рядом. Как я могу кушать или что-то сделать? У меня вообще не было настроения, ничего. Женя очень много пьет алкоголизма. Все, что драка между нами, всегда ссоры были. Все это только из-за алкоголизма. Больше ничего. Нет причин наших руганий, ссор нет. У меня нет здесь цели, напоминаю, чью-то сторону занимать. Я вам сухие факты подаю на стол, а вы их там уже сами сортируете, как вам нравится. Чью вы сторону занимаете или ничью сторону не занимаете. В общем, в комментариях делите свои мнения. Также одна из очень интересных тем, постанова в серии. То, что телеканал Ю обожает больше всего в моих видео, даже в черный список меня кинули благодаря этому. Еще вопрос такой по серии. Где-то были моменты постановы, где сильно исказали то, что было на самом деле. На самом деле про историю. К сожалению, я не могу показать здесь вам, что Заир рассказал про съемки в проекте. Что там было постановой, а что нет, так как контракт с телеканалом. Поэтому пришлось выложить это все на Бусти. Там все подробности по этой теме. И больше подробностей по поводу, какие штуки вытворяла Женя в алкогольном угаре. Рассказанное, опять же, со слов Заира. Поэтому переходите на Бусти и смотрите там полную версию. Ну и также очевидный вопрос, но я его задал. Пила ли Женя во время беременности? Заир ответил голосовым. Женя во время беременности пила? Да, конечно, пила. В неделю минимум 2-3 раза. Даже когда после родов я ей запретил, чтобы не пила и не курила. Но в итоге тоже продолжала и пить, и курить. И в итоге ребенок нормально не питался материнским молоком. На смесь кормили и выросли ребенку. Вырастили. Вот такая ситуация. Не знаю, почему я столько страдался, страдался, старался даже, чтобы она не пила. Но нормальный образ жизни провели вместе. Но, к сожалению, не получилось. Я думаю, ни для кого это не было секретом, неожиданностью какой-то. Если у Жени проблемы с алкоголем, то и во время беременности она не отказывала себе удовольствия. Дальше я спросил Заира, почему тебя увезли в полицию? В 5 часов утра я прихожу с работы домой. А дома мне дверь не открывает Женя. Почему? Потому что с Женой какой-то пацан спит дома. Она не додумывалась, что я приеду домой. В итоге я приехал домой. У нас отношение было в это время. Она сразу за дверью разговаривает. Типа, мы ругались. Все, ты иди и так далее. Я уже чувствовал, что дома кто-то есть. Я говорю, хотя бы ты открой, чтобы я вещи свои забрал. Ладно, я поеду. Я уйду от тебя. Нет, она, короче, не открывает дверь. Я дверь ногами бью. А потом она сказала, что я полицию вызову. Я сказал, хорошо, вызывай. Потом меня взяли в наручниках, увезли в полицейский участок. В полицейский участок у меня не было прописки, а меня увезли в миграционную службу. А миграционный сделал мне штраф 40 тысяч. Мне показали, что два человека, один лицо мужской, один женской, женской. Женя пишет объяснение, за чего они полицию вызвали. А в итоге мне полиция ничего не сделала. Меня увезли в миграционную, миграционную. От миграционной сразу в суд после обеда полчетвертого. Суд решил такое решение, что 40 тысяч штраф, чтобы я с границы вышел, зашел заново, все документы сделал и так далее. У меня возможности на это все не было. Плюс вся эмоция, вся эта эмоция вообще мне не позволяла. Просто я решил, взял, контракт подписал, чтобы больше не видел я Женю. Эмоция, взял, подписал контракт, чтобы больше не видеть Женю. Конечно, я слышал истории, когда мужики там под 50, надоело им в браке жить, вся эта домашняя семейная рутина. И они хотят сбежать на СВО от всех своих проблем. Ну вот парню там 20 с небольшим лет, и он нам рассказывает о том, что он не хочет больше Женю видеть. И пришлось идти на СВО подписать контракт. Ну и плюс то, что штраф платить нечем. 40 тысяч, не было возможности. Я не могу без нее жить. Сколько раз бы мы не ругались, сколько раз бы, сто причин бы не было, мы ругаемся, но в итоге я прощения прошел за ее ошибки, которые она совершает. Почему? Потому что я ее люблю. Я конкретно ее любил с самого начала и до самого конца. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Заире и Жене. Конечно, вот эти слова, когда Заир говорит, я извинялся за ее ошибки, которые она совершала. Здесь, я думаю, у многих будут вопросики. Но Заир нам искренне рассказывает свою позицию. Давайте сейчас досмотрим без какого-то осуждения. Посмотрим, а там уже в комментариях потом мы пообщаемся в сухом остатке. Вопрос очень интересный. Есть ли у Жени сейчас проблемы с алкоголем? Заир даже на видео записал. Чтоб вы не думали, что это нейросеть, все отвечала все это время. Это действительно Заир. Вопрос такой, что у Жени есть сейчас проблема с алкоголизмом? Естественно, есть. Она каждые выходные, начиная с вечера, пятница и до понедельника пьет пиво, водка, коньяк. Все. Без разницы, что попал. Плюс там коктейли разные. Ну, пьет до такой момент, что просто может она потеряться. Даже был случай, что в последнее время, когда я уже, мы расстались, ругались сильно, а я дома с ребенком сидел, она пошла в клуб, до такой степени бухала, но я об этом не знал. Когда приедет домой, даже, не представляете, дом не может найти подъезда, мне звонит, что я возле подъезда не могу заходить. А я выхожу прямо из дома, смотрю, она где находится, в другом доме напротив, возле какой-то подъезда, сидит и думает, куда мне заходить. Алкоголизм такая вещь, что очень сильно появляет человека, и физически, и морально, и так далее. Поэтому не советую никого пить очень много. Я сам пью, но редко пью. Два недели раз, в неделю раз, или три недели раз, бывает, в месяц раз. Но это когда очень свободное, хорошее время найдешь. Ну, что, мало пьешь, ну, нормально, спать будешь, дальше живешь нормально. Не перепивайте, девочки, мальчики, лично я сам довольно редко пью алкоголь, в основном это сухое красное, и я уж не помню, как давно я напивался, да, чертиков, чтобы прям, ну, плохо было, тошнило и так далее. Мне кажется, лет 10 такого точно не было. Так как Заир правильно подметил, алкоголь морально, физически человека подавляет, да, действительно, нервы расшатываются от алкоголя, плохо контролируешь свои эмоции. И даже такая история получилась, что Женя до такой степени любит алкоголизм, что я когда на работе находился, таксовал, она мне звонит, повод, что типа, чтобы пить водку, чтобы пойти в клуб, шарахаться, мне звонит, говорит, деда умер, у меня настроения нету. Я вызываю няню, присматриваю за ребенка, а я сижу возле дома, просто сижу, мне грустно, даже плакала она, я во всем этом поверил. Ну, когда я, ну, в половине работы захожу в клуб, в клуб захожу, она не поднимает мою трубку, когда я звоню по 10 раз. Ну, у меня такая чуйка случилась, что давай захожу в клуб, может она там. Я заходил в клуб, она там танцует. Танцует так, у нее дед умер. А я просто вытаскал на улицу, сказал, у тебя дед, у тебя дед умер, но ты танцуешь, разве так возможно? Я в это время взял деду, звонил, ее ж не деду, он поднимает трубку, я говорю, дед, это вы? Он говорит, да. Я говорю, вы же умерли, как вы можете разговариваться? Он сам испугался, просто проснулся, ты о чем разговариваешь, Заир? Так не разговаривай, я говорю, ваша внучка мне сейчас несколько часов назад сказала, что вы умерли, она грустная и плачет. Позвонил Заир и дед узнал, что оказывается он слишком долго живет, Женя его уже похоронила. Ну, кстати, по поводу походов Жени в клуб, буквально вот на днях, заходил к ней в инстаграм, посмотрю, что у нее там. 5 часов вечера она уже в клубе, веселится, бухает, ее позвали, кстати, на интервью телеканал Ю, вот этот вот подкаст у них про беременных. И Женя пошла, собственно, отметить, видимо, это дело клубом, где был ребенок, с кем, остается загадкой. Кстати, я давно уже должна была поехать с Аминой на интервью в Москву, но я не ехала, потому что Заир мне не разрешал. Он мне говорил, типа, если я поеду, то все, мы расстанемся, и поэтому я говорила, что вот, я не могу, Заир против. А сейчас мы расстались, и в интервью будет очень много интересного, очень много про наши отношения, и вообще про жизнь, про то, как она изменилась, вообще, чем я сейчас занимаюсь, и все остальное, и вообще, почему мы расстанетируем и многое другое, и не только интервью, но и много-много чего показано. Вопрос. Почему развелись? Почему мы развелись? Первый вариант, она много обманула. У нас как отношения шел, все хорошо. Раз обман я поймал, два, три, четыре, и всю жизнь, всю жизнь. Потом, второй вариант, пьет очень много спиртного. Тоже это мне не понравилось. А потом условия ставили, что если такого повторится, а мы расстанемся. В итоге был момент, в 4-3 часа ночи я захожу домой, она сидит дома с каким-то типом, пьет пиво. С чего мы расстались? Потому что больше мне не о чем поговорить было. Я уже 100 раз предупреждал, 200 раз предупреждал, уже устал предупреждать и что-то запрещать ей. Ну, что я запретил? Всего лишь пить спиртного запретил, но не до конца. Ну, неделю раз, два недели раз. В итоге она не послушала меня. Заир сам в инстаграме у себя выложил, что они развелись. Как мы понимаем, это с его стороны инициатива, а не с ее за измены, из-за алкоголя. Но, опять же, это мы сейчас его сторону слушаем. Никаких догадок не делаем. Ну, догадки, конечно, делаем. Пишем в комментариях, как обычно. Да, общаемся. Поэтому, ну, когда я звоню или пишу, или мы когда общаемся, ну, мы постоянно общаемся по поводу ребенка, я смотрю, все хорошо, она замечательно справляется. Она просто не могла хорошей женой стать, но она всегда будет хорошей мамой. Не смогла стать хорошей женой, но станет хорошей мамой. Но по рассказам Заира, конечно, хорошей мамой она не стала тоже. Дальше Заир скидывает фоточки ее новых отношений с загорелым молодым человеком. Мы не знаем, тут лицо замазано. Возможно, это тоже иностранец. Возможно, нет. Женя пишет, я счастлива, спасибо тебе за то, что когда-то появился в моей жизни. Ты дал мне понять многое, и с тобой я чувствую себя живой и нужной. Надолго ли? Недавно Женя выкладывала сториз, что она 10 дней не видела Амину, дочку. Поехала ее забирать. Я спросил у Заира, где же была дочь, как можно на 10 дней такого маленького ребенка где-то оставить. И чем в это время ты занимаешься? Ну, мы понимаем, чем она занималась там. Заира ответила, она была у бабушки, сейчас дома Амина Женя и мама Жени тоже. А почему была у бабушки? Типа в гости, но почти каждый выходной ее Амину возят туда, или мама ее приедет к нам, чтобы Женя по клубам пошла и бухала. Помните, думаю, в серии показывали, что Заир изменяет Жене, и Женя сама в инстаграме говорила про измены Заира. Я про это тоже поподробнее спросил, правда ли это, и почему он ей изменял. Это да, правда. Я ее изменял через полгода наши отношения, даже 7 месяцев. Она до этого сама довела меня, бухалки, много она пила, пила, я сто раз, 200 раз сказал, не пей. А потом такая ситуация, что я еду в Хабаровск, с Хабаровска я приеду домой, не сообщаю Женю. Я хочу зайти домой, она мне дверь не открывает. Почему? Потому что дома она с кем-то. Она мне по WhatsApp пишет, что я не дома, но она дома. Потом я ей говорю, ладно, она мне объясняет, что ты иди дальше таксовай, потом приедет домой, я тоже приеду, типа дверь открою. Я сказал, хорошо, но в итоге я остался в подъезде, а я ее поймал, что из дома вышел, типа сосед. А потом я захожу домой, она мне говорит, типа я только зашел домой. Я ей говорю, полчаса я был в подъезде, как так получилось, что ты через окна зашла домой, в пятом этаже. В итоге, ну, были моменты такие, что просто очень сильно мне было тяжело. Тяжело, ну, я пережил это. Я сказал больше, чтобы такого не повторился. И за каждую ошибку я ей что-то запрещал. Она накосячит, я ее бухать запрещаю. Пит. А она что-то говорит. Какой привет такой ответ. Собственно, конечно, я не ожидал услышать, что Заир всего лишь ответку кинул Жене за то, что она ему изменяла. Он решил изменить ей, чтобы она почувствовала, каково это со стороны. Вот такая вот у нас сегодня интригующая, интересная история. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, как я уже говорил по ходу этого видео. Я, конечно, в шоке сейчас до сих пор нахожусь с того, что Заир решил, во-первых, бесплатно все это рассказать. Во-вторых, столько подробностей рассказал, столько личного, что мне даже как-то неловко стало, если честно, от такой откровенности. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте поддерживать видео лайком, чтобы видео выходили чаще и больше. Ну и у меня на этом все. Красавицы мои, спасибо, что досмотрели до конца это видео. И увидимся с вами очень скоро в новеньком.